Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, мы продолжаем говорить с вами за легкоходство. Сегодня мы с вами поговорим в этом ролике за полотенцем. Скажем так, какое полотенце оптимальнее всего взять вообще в какую-то поездку, будь то легкое путешествие на велосипеде, вообще на самолете. Да вообще не важно, куда вы поехали и куда вы планируете взять свое полотенце. Итак, друзья, естественно, вы можете взять в поездку, скажем, на мотоцикле, на велосипеде, и вообще пеший какой-то поход или что. Естественно, можете взять с собой свое нормальное банное полотенце. Но масса этого полотенца может легко дойти до полукилограмма. Данное весит что-то около 400 граммов, там, с копейками. Да, оно классное, удобное махровое полотенце, оно большое, ну, в принципе, я им пользуюсь дома, да. Но когда я стал изучать тему легкоходства и думаю, как же с собой, вот, допустим, в мотопутешествия взять какое-то полотенце, ну, чтобы оно было не такое, но выполняло ту же функцию. Я наткнулся на Алиэкспрессе вот это вот полотенце, оно такое, типа, ультралегкое, достаточно такое. Ну, на первый взгляд оно выглядит очень классно так. И, кстати, я им вытирался, вытирает оно прям вообще обалденно. Я думал, все, я нашел это легкое полотенце. И уже, как бы, ну, все, я нашел полотенце. А потом, когда начал искать дальше, я нашел, ну, это уже брендовая вещь, это бренд C2Summit. Да, правильно так и называется, C2Summit. В общем, вот такое полотенце. Смотрите, да, насколько оно маленькое в диаметре. И давайте теперь сравним вот с тем легкоходным китайским полотенцем. То есть, смотрите, насколько оно меньше. Причем, размеры в развернутом виде у этого что-то там 100 на 130, вот-то, нет, кого? 60 на 130, а у этого 45 на 108 сантиметров. То есть, это достаточно, достаточно таки большое полотенце. Так, еще раз, давайте, вот смотрите так, сколько оно в объеме занимает, сколько вот так. Теперь, скажем, масса вот этого полотенца 162 грамма. То есть, на первый взгляд, если не знать вот про это, то можно подумать, вот оно, суперлегкое полотенце для ультралайт-походов и все такое, да. Но масса его составляет 160 килограмм. Ой, граммов. Масса этого полотенца составляет 50 граммов. Сука, это больше, чем в три раза. Вдумайтесь, больше, чем в три раза, чем вот это, ультралегкое. Давайте я сейчас разверну это и то полотенце, чтобы вы посмотрели, насколько они, в принципе, большие. То есть, вот это полотенце, скажем, его идеально использовать, скажем, в городе. Просто кинули в рюкзак, пошли куда-то на фитнес или, скажем, проходите просто мимо речки, решили искупаться летом там или в озере. И вот такое полотенчико у вас там где-то в сумке валяется. Конечно, идеальный вариант. Я, собственно, для этого и буду использовать данное полотенце. Впитывает себя очень хорошо. В общем, ну, отличное полотенце, да. Ну, оно большое, да. Чувствуется, что... чувствуется размер. То есть, и можно и вытираться вообще как полноценным полотенцем. Что я, собственно, и делаю. Далее. Естественно, если я поеду на мотоцикле, там, куда-нибудь в поход, в поездку, я возьму вот это полотенце. Потому что при том же самом функционале оно весит гораздо меньше, занимает намного меньше объема. То есть, тут даже есть крепление вот такое. Можно на ремень где-нибудь на пояс пристегнуть и все будет вообще отлично. Давайте сейчас я его открою, разверну. Опять же, еще такой нюанс у этого полотенчика. Оно впитывает в себя воды в три собственные массы. То есть, если полотенце весит 50 грамм, то 150 миллилитров воды оно должно в себя впитать. Я сейчас проводить тесты не буду. За меня это уже сделали другие блогеры, кто освещал подобные полотенца. Там они тестировали. И оно действительно справляется со своей задачей. Поэтому еще раз делать здесь это не вижу смысла. Так, вот это полотенце. То есть, оно метр 8 сантиметров в длину. Это размер L. И здесь 45. Ну, то есть, в походе полноценно можно им вытереться. И причем оно высохнет намного быстрее, чем вот это. Потому что, естественно, это толще. Поэтому, если вы катаетесь на велосипеде, на машине, едете в какие-то дальники, то это прям must have, я бы сказал. Идеальный вариант. Это, ребята, не реклама. Я здесь никого не рекламирую. Мне за это никто не платит. Никаких ссылок я не размещаю. Поэтому здесь исключительно вот мое личное мнение. Естественно, все, конечно, уже ближе к поездке. Все немножко может еще и поменяться. Может, я вообще откажусь от полотенца. Если там у меня будет перевес багажа или что-то. Посмотрим. Может быть, возьму более легкое, компактное полотенце. Все еще может поменяться. Но, в целом, в целом, это полотенце, оно достойное за тот объем. Да, цена его, конечно, немножко выше, чем вот это. А целых в три раза, грубо говоря. Но, опять же, многие скажут, вот это, все это легкоходство, это тупо маркетинг и развод на бабки. Тут я бы не согласился. Вы видели в начале ролика, где я сравнил объем и вес. Если производитель вот этого полотенца решает одну проблему, скажем, он дает мне функциональное полотенце, которое выполняет свою функцию, то производитель вот этого полотенца решает сразу две проблемы. Помимо полотенца, он отнимает у меня лишний вес, за что я как бы ему благодарен. Поэтому и ценник будет выше. Мы платим за решение проблемы, а не за маркетинг. Хотя, стоимость маркетинга тоже туда, наверное, входит. Не без этого, как и везде, так скажем. Ну, вот, собственно. А, давайте я, ну, для чистоты эксперимента раскладу вам вот это полотенце, чтобы вы поняли его масштаб. То есть, оно выглядит по размерам такое же, в принципе, как вот это полотенце. Но даже по сравнению вот с этим полотенцем, вот это полотенце выглядит очень-таки лайтово, ультралайт, я бы сказал. Но всегда есть ультралайт меньше. Так что, мое стремление это действительно ультралайтовая снаряга. То есть, поэтому, как бы, тут сейчас речь идет не про сэкономить деньги. Тут идет речь сейчас действительно сэкономить максимально массу и объем. Вот, собственно, все, что я хотел сказать по поводу этих полотенчиков. Естественно, у вас есть свое мнение. Пишите его с удовольствием в комментариях, я его прочту. Ну, а с вами был я, Вилли. Увидимся, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok